Новинка от компании Transcend NVMe SSD накопитель с интерфейсом PCI-Express Gen 4x4 Transcend 245S Такой вот у нас в коробочке поставлялся Небольшая такая коробулька Объем здесь указан, как видите 1 терабайт у меня версии, но особых здесь спецификаций на коробке нет Для того, гордо указано, что гарантия у нас 5-летняя Внутри коробки была варантикарт И здесь еще есть брошюрка с продукцией компании Я уже такую ранее показывал В принципе, та же информация, что у нас есть и на сайте, на официальном Но там, соответственно, еще можно посмотреть спецификации Ну кому-то, может быть, будет полезна такая брошюрка Сам SSD накопитель и поставляется в таком вот блистере, здесь я уже открыл его, чтобы не повредился при транспортировке и так далее Собственно, выглядит накопитель так же, как 250-я модель которая у меня была ранее на обзоре Вот здесь модель немножечко имеет индекс ниже то есть 245s Так же здесь видим графеновый радиатор как они его называют Ну, в принципе, это сейчас тренд графеновые радиаторы На обороте ничего нет, кроме наклейки с наименованием накопителя то есть здесь серийник, номинование, объем накопителя и другая информация, получается Видим, что здесь у нас представлено 4 микросхемы флеш-памяти и здесь еще контроллер у нас установлен рядом с интерфейсом PCI-Express который под слот М2 у нас выполнен Контроллер здесь у нас должен быть реалтековский Позже мы это проверим Посмотрим, какая память здесь также установлена Примечательно, что у данного накопителя заявлено в такой емкости ресурс 600 терабайт Это приличное значение Обычно оно бывает где-то 640 там около 700 Ну, у всех по-разному производителю Здесь заявлено 600 То есть, в принципе, ничего такого криминального нет Обычное значение По скоростям Скорости чтения, по-моему, 5300 максимум Запись 4700 линейная, многопоточная Сейчас не ошибаюсь Ну, то есть в районе 5000 То есть это не самый быстрый представитель PCI-Express Gen4 накопителя Который способен развить скорость до 7000 Мбайт в секунду То есть это такой средний вариант PCI-Express Gen4 накопителя Со скоростью будем считать Что 5000 Мбайт в секунду примерно По вводу-выводу Многопоточного мелких блоков Случайное чтение В районе 500 тысяч Насколько я помню У него заявляется производительность И случайная запись Там 630, по-моему, тысяч Ну, то есть чуть побольше Ну, короче, примерно полмиллиона То есть такой среднячок, скажем так По скоростям В рамках интерфейса PCI-Express Gen4 То есть есть и более быстрые SSD накопители Вот, пока непонятно Чем ограничивается это быстродействие Скорее всего контроллером Но, тем не менее, надо посмотреть Что там за память установлена Потому что в 250 модели Была не очень быстрая память При хорошем контроллере Здесь, видимо, подурезанный контроллер Несколько Память, возможно, не полностью реализована Либо память, соответствующая Тоже такая, скажем так Производительность этого контроллера И теперь переходим к результатам тестов Сначала покажу Какая информация выводится в смарте У нас в CrystalDisk Info программе Ну, как видим Перечень атрибутов не такой большой Но, в целом, вся необходимая информация для оценки есть Накопитель работал в режиме PCI-Express Gen4x4 Материнская плата MSI Z590A Pro Процессор i5-11400F Утилита по отображению информации От Вадима Очкина По составу накопителя То есть по его аппаратным характеристикам Выдает нам следующие данные Единственная здесь память Ниссан Диск Она сейчас называется Kioxia Этот производитель Ну, не суть 112-слойная Bix 5 память Которая известна своей медлительностью Скажем так Телсишная 512 гигабит Размер одного банка Ну, или емкость Более правильно будет здесь сказать Память двухплановая То есть даже с учетом того, что здесь 16 банков По 512 гигабит емкостью Ну, то, что она двухплановая Все равно она работает достаточно медленно Как показали результаты тестов Забегая вперед, скажу Что при таком же Точно такой же конфигурации В памяти модели 250S Transcend Там эта память работает гораздо быстрее Ну, не прям, что ощутимо Но, по крайней мере, по линейному чтению Значительно То есть там порядка Разница где-то Двух гигабайт в секунду По чтению Вот По записи тоже быстрее 250S Чем 245 Ну, сейчас я все это расскажу Просто так же Забегая вперед Вот Ну, там разные настройки Слси кэширования Теперь по спекам Глянем еще Что у нас здесь вообще заявлено Здесь заявлено У нас скорости 5304 600 Чтение и запись Соответственно Для терабайтника И Полмиллиона По чтению Случайный доступ 630 тысяч Случайная запись Ресурс для терабайтника 600 терабайт В принципе Нормальное значение По ресурсу Но, опять-таки У 250S Заявлено 780 На 180 терабайт Больше То есть примерно Там на 30% Разница Это очень ощутимо На самом деле Ну, разница Она Чем обусловлена В первую очередь То, что 250 И он Выделен Драмбуфером SSD 245 Драмлес То есть нету Здесь у нас Выделен Драмбуфер Здесь только У нас HMB Ну, то есть Больше идет Обращение к флеш-памяти Но оно, по сути На чтение идет Хотя, может быть Что-то Перезаписывается Не так оптимально Но, я думаю Что больше Все-таки Играет роль Именно то Что разные алгоритмы В контроллерах Теперь Смотрим Скорость Записи В AIDA64 Здесь вот Таким образом А у нас настроено SLC Кэширование То есть Примерно 38% Выделено Очень большой Объем Для такой Медленной Памяти Давайте сейчас На калькуляторе Пересчитаем Сейчас я Подключу Клавиатура Клавиатура Единственная Клава На другом Компьютере Торчала Так 38 У нас 931 С половиной Объем Множить на 038 350 Ну 354 гига У нас Выделено Под SLC Кэширование 214 Вот Не сказать Что это Крайне Маленькое Значение Потому что Те же Например SATA SSD Если уместно Здесь их сравнивать Могут писать И 30 60 100 Мегабайт Там Таких Градаций Здесь 250 Ну Более Менее Но Все же Это Очень Мало То есть Хотелось бы Видеть Хотя бы Здесь 700 Мегабайт Как В том же 250 S И В Других Похожих SSD Накопителях Но В том же 250 S Как Я уже Сказал Ранее SLC Кэш Настроен По другому Его Тупо Меньше Вот И поэтому Скорость После Его Окончания Она Несколько Больше Ну То есть Разные Настройки И плюс Еще Видимо Все-таки Контроллер Помощнее И за счет Этого Получается Эту Скорость Держать По Скорости Записи Я здесь Не уверен Что Именно В контроллер Упирается Здесь Скорее Все-таки Настройки SLC Кэширования По Перезаписи Здесь Несколько Странных Значений Такое Получилось Как будто Резервная Область Какая-то Использовалась Но ее Что-то Как-то Подозрительно Много Здесь Было То есть Не буду На этом Зацикливаться Но Такие Вот Данные У меня Показали Несколько Раз Я Перепроверял Не знаю С чем Это Связано Чтение Такой Рваненький График Получился Средняя Скорость Около 3000 Мегабайт Секунду В принципе Неплохо Но Вот этот График Он Нам 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 Что Возможно Есть Какой-то Перегрев Вот А Перегрев У нас Есть То Есть Так Это Не тот Скрин Сейчас Покажу Нормальный Скриншот Так Я Его Похоже Удалил Да А Нет Вот Есть Вот Он Есть Скриншот Вот Такой Температуры По Смарту Удалось Раскочегарить Ссдшник То есть Почти 90 градусов То есть Это Очень На самом деле Большое Значение Хотя На радиаторе То есть На этой Наклейке Было Порядка 75 градусов В этот Момент То есть Может Здесь Что-то И Завышается Обычно Конечно Температуру Не завышают Но Вот Такое Такое Значение Удалось Достичь Хотя Здесь Стало Получше Со скоростью Но Такие Вот Пики Они Видимо Вызваны Особенностями Работы Контроллера Температура В конце Теста 68 градусов Ну И Пики Здесь Были Ранее То есть Не в самом Конце Теста Когда Температура Была Несколько Ниже 60 Градусов Ну Около 60 Может Была В этот Момент Я уже Не помню Но Суть В том Что Не должен Был Он Троттлить В этот Момент То Здесь Видимо Особенность Работы Контроллера Но График В любом Случай Стал Порезче Скоро Здесь Чуть Возросла Средняя Как Видите Примерно На 3150 Мегабайт В секунду Вот То есть Даже Под Радиатором Под Нормальным Греется Он Все Равно Как Ряд SSD Без Нормального Радиатора Скажем Так То есть Контроллер Очень Горячий Ген Третьим Не Самые Удачные Контроллеры Ну Видимо Старый Техпроцесс Играет Роль Вот То есть Здесь Наверняка Тоже 28 Нанометров Контроллер И Пытались Что-то Из него Сделать Что-то Выжить Потому Что Ну Вот Он Даже 7000 Мегабайт В секунду Не тянет То есть Он Пятитысячник Условно То есть Память Может Около 7000 Показать Несмотря На то Отлично Здесь Со штатным Радиатором Это То есть Я там Просто Демонстрировал Не штатный Радиатор Просто Для оценки Температуры А все Остальные Тесты Дали Идут Со штатным Радиатором Здесь Какой-то Единственный Пик Был Не знаю Чем Он Был Связан Вот А так Средняя Скорость В районе 180 Мегабайт В секунду Результат Просто Отличный Получился Так Теперь Crystal Где-то 4600 По линейным Там у нас Было 5300 4600 Все Как в аптеке Теперь По многопоточке 500000 И 600000 Они Обычно В айометре Насколько я помню Transcend Снимает Компания Эти значения У нас здесь CrystalDiskMark Но я думаю Что не суть Важна 2077 На 1024 Переводим Килобайты Делим На размер Одного блока 4 килобайта 5300 То есть Мы За пасиком Сюда вошли В принципе Но опять-таки Это все в режиме Слси Конечно же Но в то же время Это максимум Как бы Да То есть Есть такие цифры Можно получить Умножить на 1024 Делим на 4 685 Практически Тысяч Здесь у нас Было заявлено 630 Ну то есть С небольшим Запасиком Идем По 4К Блокам По мелким Рандом Тоже Один поток У нас Без очереди 60 мегабайт Ну 61 Даже Давайте посчитаем 60 На 1024 Делить на 4 15000 Вводов Выводов В секунду Отличный результат То есть Тоже здесь Никаких вопросов Нет Вот 250 Для сравнения Здесь чуть побольше Здесь чуть побольше И вот он В семерку тянет То есть 7000 На 6000 Память Память Такая же Напомню Точно Такая же Конфигурация То есть Вот он Насколько Мощнее Следующий У нас Идет Тест AS SSD Бенчмарк 6200 Баллов Не сказать Что прям Отличный Результат Но плохим Его тоже Откровенно Назвать Нельзя Просто Такой Средний Результат По меркам PCI-Express Gen 4 SSD То есть 6200 По 250 У нас Было 7400 То есть Разница Там 1200 Попугаев Вот Ну В принципе Она оправдана Потому что 250 Побыстрее Как раз На эти Примерно Проценты Как она И получилась Разница Но В то же Время 250 Он Хоть И относится К топовым Среди Транссендовских NVMe SSD Накопителей С интерфейсом PCI-Express Gen 4 Но Среди Других Производителей Он Держится Таким Как бы Несколько Догоняющим То есть Не сам Он Такой Быстрый Если сравнивать С другими Аналогичными Топовыми Изделиями От других Компаний Но В то же Время Медленно Сильно Тоже Его назвать Я не могу Atta Диск Бенчмарк Здесь Разная Глубина Очереди Ничего Здесь Криминального Нет С ростом Размера Блока Можете Поставить На паузу Посмотреть Кому Интересно Тесты На Запись Чтение Запись Реальных Файлов Я уже Не стал Здесь Проводить Смысла Особого Нет То есть Все Будет Как В AIDA64 Вот Ну В принципе Здесь Все Резюмируя Такой Подводя Некий Ток Могу Сказать Что Все Будет Зависить Зависить От стоимости Конечно Этого SSD Накопителя Если Выбирать Между 250 И вот Этой Модели То Конечно 250 Она Приоритетнее Будет Если Будет Небольшая Разница Между Ним Стоимостью Потому Что Там Есть И Драм Выделенный Драм Буфер Более Холодный Контроллер И Больший Ресурс Памяти При Этому По крайней Мере Заявлен Гарантия Там Аналогичная И При Этому Скорости Несколько Выше Но В то же Время Если Этот Накопитель Будет Там Процентов На 10 15 Может 20 Дешевле Чем 250 Модель То Конечно Он Приоритетнее Будет Потому Что Разница По Скорости Не Такая Большая Нагрев Лечится Хорошим Радиатором Опять Таки Сильный Очень Нагрев При Длительных Нагрузках По Времени И По Интенсивности Если Штатный Режим Работы Будет Он Сильно Греть Так Достаточно Сильно Но Под Хорошим Радиатором Вообще Будет Вполне Прекрасно Чувствовать Вот То Есть Такие Вот Здесь Моменты Все Будет Решать Конечную Стоимость Продукта Вот Ну Или Просто Если Прям Нужен Очень Прям Максимально Какой То Уже Более Мощный SSD То Уже Смотреть Другие Модели Других Производителей Скажем Так Вот Ну Честно Говоря В принципе Эта модель Неплохая 245S Еще раз Повторю Все Будет Зависеть Конечной Стоимости